Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Последний шанс на материнство. Легко ли получить квоту ЭКО в крае? Обещал быть максимально открытым. Сегодня представили нового руководителя главного управления МВД региона. Две с половиной тысячи лет алтайские ученые обнаружили уникальные археологические находки. Алтайский край накроют метели. МЧС и дорожники предупреждают автомобилистов, что нужно быть предельно внимательными на дорогах региона. В выходные синоптики прогнозируют усиление ветра, порывы которого будут достигать 17, а то и 24 метров в секунду. При этом ожидается мокрый снег, который при минусовых значениях может превратиться в гололед. Образование наледи ожидают на всех краевых и городских трассах, и это все в условиях плохой видимости. Будете осторожны. Очередной мусорный скандал разгорелся в Бийске. С 1 ноября там приступил к работе региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами. Тарифы, которые он установил, совершенно не устраивают жителей Наукограда. Люди считают, что цена за услугу завышена, рассказывает Елена Кузовкина. Согласно новому законодательству, оплачивать коммунальную услугу по вывозу и захоронению ТБО должны и юридические лица, и собственники жилья Бийска. Председателям ТСЖ в данном случае придется раскошелиться вдвойне. За организацию и за себя. Ведь многие в одном и том же доме работают и живут. Свои негодования люди высказали представителям регионального оператора и властям Бийска. Например, наше ТСЖ должно будет платить 38 тысяч вам только за то, что товарищ выкатит, извините, закатит вот этот вот и что-то там подметет. Кто будет открывать мусорные шахты в девятиэтажках и почему собственники должны доплачивать за то, что сотрудники регионального оператора будут убирать площадки после вывоза мусора? Вопросов у жителей Бийска много, а внятных ответов практически нет. То, что мы сегодня здесь собрались, уже это поздно. Нужно было на неделю, надо и раньше собраться и вот эти вопросы уже расшить, приготовиться. В том числе и кто будет открывать эти камеры, по какому графику будут возить, кто будет за площадками смотреть, присматривать. Один из представителей управляющей компании Бийска предложил создать при администрации города оперативный штаб, чтобы контролировать работу оператора. Однако идею не одобрили, но уже сегодня при управлении ЖКХ Бийска открыли горячую линию, куда можно звонить и сообщать о недочетах в работе рекоператора. Елена Кузовкина, Марина Волкова. Наши новости. К другим темам. Искусственное оплодотворение в Алтайском крае становится все доступнее. Об этом рапортуют чиновники. По их данным, только в прошлом году шансы завести ребенка получили больше тысячи семей региона. Но вот пациентки, согласны с оптимистичной статистикой, не все и рассказывают, чтобы получить квоту на ИКО, нужно пройти семь кругов ада. Непростая история женщины, которая обратилась в нашу редакцию, далее. Я надеюсь, что произойдет новогоднее чудо, и мне дадут за квоту. И мне наконец-то скажут, у вас будет ребенок. Очень надеюсь, нет. Кого хотите? Да, уже не важно. Главное, чтобы здоровый. Извините. Страшный диагноз бесплодия Юлия Дементьева услышала пять лет назад. Лечилась не один год безрезультатно. Последний шанс забеременеть – искусственное оплодотворение или иначе ЭКО. Процедура платная, дорогая. Почти 200 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Девушка – обычный продавец, супруг-экспедитор. В прошлом году заветную квоту Дементьевым наконец-то дали. Бесплатно подсадили одного эмбриона, но он не прижился. На следующую подсадку пришлось брать кредит, но опять безуспешно. Сейчас девушка в ожидании новой бесплатной квоты. Я просто вот сижу и жду, когда мне дадут квоту, чтобы подсадить вот эти эмбрионы. Просто пройти столько операций, столько болей, столько потратить денег и просто вот сейчас ждать, чтобы мне их подсадить. Дали квоту. Я вообще не ожидала, что у нас в Барнауле – это такая проблема актуальная. Очень много девушек сейчас находится в больницах. Часто видишь их слезы. По словам Юлии, следующую подсадку ей обещают сделать в конце следующего года, хотя полагается раз в полгода. Представители Минздрава объясняют, возможно, девушка поздно встала в очередь. Да и вообще проблем с ЭКО, подчеркивают чиновники, в регионе нет. В этом году из фонда обязательного медицинского страхования было выделено столько квот, сколько в крае официально бесплодных женщин. Нами ведется в ежемесячном режиме мониторинг бесплодных пар Алтайского края. Эта информация анализируется. На 2018 год планировалось пролечить 1200 пациенток с бесплодием. Соответственно, мы получили 1200 программ ЭКО. Юлия настаивает. В очередь встала вовремя. Но то и не видно конца, и сроки все время сдвигаются. Девушке 28. Забеременеть при помощи ЭКО после 30, по мнению врачей-репродуктологов, крайне сложно. Юлия просит ответственных чиновников края по возможности сделать процедуру ЭКО в регионе более доступной. И увеличить число бесплатных подсадок. Только в этом случае, уверена девушка, мечта материнстве для многих отчаявшихся воплотиться в реальность. Я его никогда наказывать даже не буду. Пусть он будет шалоном, разбойником. Главное, он будет мой. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. А вот сертификат на материнский капитал. Семьи Алтайского края теперь могут получить быстрее. Пенсионный фонд изменил сроки выдачи документа. Теперь его можно будет получить в течение 15 дней. Это в два раза быстрее, чем раньше. При этом сотрудники пенсионного фонда отмечают, сроки выдачи документов могут затянуться, но лишь в том случае, если с предоставлением необходимой информации затягивают другие ведомства. Тогда жители края получат сертификат не позднее, чем через месяц после подачи заявлений. Напомним, получить сертификат на материнский капитал можно на портале госуслуг и в многофункциональном центре. Главный полицейский край пообещал быть максимально открытым для общественности и средств массовой информации. Андрей Подарян заявил об этом сегодня во время своей первой пресс-конференции в статусе руководителя главного управления МВД региона. Со СМИ договорились встречаться раз в полгода. Журналисты спрашивали нового руководителя о сокращении штата, резонансных ДТП на центральных проспектах Барнаула, о статистике, задали вопросы о жизни. Андрей Подарян признался, что во время службы в Волгограде, где жил с семьей, очень скучал по зиме и не скрывает, что было приятно вернуться на родину. При этом здесь, уже заявил руководитель, он чувствует повышенную ответственность. Каких-то серьезных отличий в целом уровня преступности здесь, в Алтайском крае, от тех регионов, где я служил, я не заметил. То есть у нас на сегодняшний день такая тенденция складывается, что в целом регистрированная преступность, она у нас снижается. И это несмотря на то, что мы на сегодняшний день регистрируем практически все сообщения граждан. Андрей Подарян добавил, что и лично он, и сотрудники ведомства будут открыты для общения со СМИ. Правда, если это не будет мешать расследованию дел. Более двух тысяч ребят с Алтайского края совсем скоро пополнят ряды российской армии. Сегодня в Институте культуры прошел день призывника. В концертном зале «Будущие солдаты» служить родине в разные воинские части страны отправятся более 500 парней Барнаула. Уже через несколько дней ребята отправятся нести службу в Калининград, Севастополь, Москву и не только. Илья Горобченко, например, мечтал служить в президентском полку, унести почетный караул. Он вместе с другими кремлевскими парнями отправится к месту службы уже в середине ноября. Ну а сегодня в адрес барнаульских солдат звучали напутственные слова, которые станут для мальчишек стимулом и поддержкой на целый год. Чтобы они вернулись оттуда возмужавшими, взрослыми парнями. И чтобы та профессия, может быть, военно-учетная специальность, которую они приобретут в вооруженных силах, проходя службу, пригодилась им на гражданке. Великий шелковый путь проходил по территории Алтайского края на несколько сотен лет раньше, чем считалось. Вот к таким выводам пришли ученые по результатам изучения археологических находок, которым больше двух с половиной, только задумайтесь, тысяч лет. Их обнаружили археологи Алтайского госуниверситета. Примечательно, что одна из находок родом из Древнего Китая. Подробнее расскажет Илья Кочетков. На первый взгляд перед нами просто горсть мусора. Но археолог Петр Дашковский объясняет, это останки древней деревянной чаши. Ее обнаружили этим летом, раскопав скифский курган рядом с селом Чинита в Краснощековском районе. Красные кусочки – следы покрывавшего ее цветного лака. Эта деталь, по словам ученого, ясно говорит – чашу сделали в Китае. Такие предметы стали проникать на Алтай в конце 4-го, где-то начало 3-го веков до нашей эры. То есть фактически этим предметам две с половиной тысячи лет. И что еще интересно, все мы слышали о Великом Шелковом пути, который, согласно официальной традиции, начинает активно функционировать со 2-го века до нашей эры. А здесь, получается, на Алтае есть находки, которые несколько древнее. То есть не исключено, что это один из первых китайских товаров, попавших на Алтай. Петр Дашковский ведет раскопки в так называемом Ханкаринском доле уже 18 лет. Он объясняет, большая часть известных находок до сих пор была сделана в республике Алтай по берегам Катуни. Юго-запад Алтайского края изучали гораздо меньше, что напрасно считает археолог. В древности, в средние века здесь проходил своеобразный исторический коридор. По реке Черыж, по реке Иня, по долинам, которые примыкают кочевые народы, спускались из горных районов и проникали в предгоре и степные просторы Алтая и Казахстана. Это место уникально еще и тем, что долгое время здесь хоронили скифскую знать. А значит, предметы, которые по древней традиции клали с умершими, были дорогими, и они о многом могут рассказать сегодня. «Свет мой зеркальце, скажи!» Когда-то могла говорить, наверное, высокородная скифская дама, глядя вот в это зеркало. Да, это именно зеркало. Данная часть была тогда тщательно отполирована, и можно было себя спокойно разглядывать. А этот предмет из мужского захоронения. Скифы зачастую не клали вместе с умершим настоящие мечи и кинжалы, заменяя их вот такими почти игрушечными копиями. Ряд находок сезона 2018 года уже нашел место в музее этнографии Алтгу. А вот фрагменты чаши вскоре отправятся в Эрмитаж. Там проведут экспертизу, которая должна окончательно подтвердить ее китайское происхождение. Археологи же с нетерпением ждут нового сезона раскопок. Ведь Краснощуковский район, уверен, Петр Дашковский, принесет еще немало сюрпризов. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. Наши новости. А сегодня жители края могли проверить свои знания в области истории и культуры народов России. В регионе уже в третий раз прошел всероссийский этнографический диктант. Участники культурно-просветительской акции могли выбрать удобную для себя площадку. Всего в Барнауле и Ибийске их было пять. Главное в российско-немецком доме. В его стенах диктант написали порядка 70 человек. В задании было 30 вопросов. Большая часть сопровождалась с вариантами ответа с разной степенью оценки. Максимально можно было набрать 100 баллов. По мнению самих экзаменуемых, в сравнении с прошлым годом, вопросы в меру сложные. Ну, вопросы были какие-то сложные, какие-то простые. Какие вопросы, может, тебе показалось, наиболее сложные? Про традиции коми-пермяков. Их основное блюдо какое было. Самый сложный вопрос, мне кажется, был. Всего в крае в акции приняли участие около 200 человек. И организаторы говорят, что с каждым годом число участников неуклонно растет. Рубцовск уходит в зиму с недоделанной набережной. Благоустроить береговую линию власти города обещали до ноября. Но на сегодняшний день там лишь начали укладывать асфальт. По планам до конца октября подрядчик должен был расширить парковку для автомобилей, заменить фонари на всей территории, возвести мост через реку Аллеи и даже завершить озеленение. Только пока работы на объекте в начальной стадии демонтирован старый асфальт и обрезаны деревья. В администрации нашей, понимаете, есть такой системный строительный кризис. То есть нет, ну представьте, нет ни одного лица в администрации города с высшим строительным образованием производства. Если нет команды, которая занимается этим делом, то даже такой примитивный объект, как вот набережная, уже столько вопросов. Ну а тем временем на реконструкцию этой набережной по программе формирования комфортной городской среды выделили 19,5 миллионов рублей. Размазали по льду. Хоккейный Алтай оказался уничтожен гостями из Чебоксар. Такой счет даже стыдно произносить. 1-6. Размочить унылый ноль на табло удалось лишь после того, как из динамиков заиграла знаменитая Аргентина Ямайка. Единственную шайбу в составе хозяев записал на свой счет нападающий Павел Попов. Сейчас Алтай расположился ровно в середине турнирной таблицы на пятой позиции из девяти. А в эти минуты команда Андрея Соловьева пытается взять реванш. Напомним, эта серия встреч могла и вовсе пройти без зрителей. Правоохранители Барнаула организовали проверку, по итогам которой оказалось, что Карандин-арена не готова к отражению террористов. Но все решилось благополучно. Руководство Ледового дворца экстренно закупило и установило необходимые обороны. Дед Мороз приедет на Алтай уже первого декабря. В этот день он встретится с жителями края на территории туркомплекса «Березовая Катунь». Напомним, эта площадка станет главной на фестивале «Алтайская зимовка», который впервые пройдет в горах. В первый же день зимы здесь ждут более пяти тысяч гостей. Они, наряду с другими развлечениями, не дожидаясь новогодних праздников, смогут пообщаться с Дедом Морозом. Можно будет, наверное, каждому взрослому почувствовать себя немного ребенком. И загадать самые сокровенные желания у Деда Мороза. По площадке будет ходить Дед Мороз, будет в одном месте находиться. Соответственно, можно будет также уже немножко почувствовать детство, скажем так. И почувствовать зиму. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. И вот картина, которую рисуют синоптики, в крае почти повсеместно прогнозируют снег местами с сильным ветром. Около 1 градуса мороза ожидается в Рубцовске и Славгороде, до плюс 2 в Кулунде. В Барнауле ночью до минус 3, днем около 0 и снег. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Отличных вам выходных. До встречи.